Акт вербовки Ослов, Александр и Майл. Соответственно, Грилье и Майл – представители английской разведки, и Ослов и Александр – представители американской разведки. Следовательно, вы являетесь агентом двух разведок одновременно? Да. Я не стал делать выбора и работал с двумя разведками. Кто организовал вам встречу с ними? С этими лицами мне организовал встречу господин Гревель Вин. На первом же судебном заседании Вин признал себя виновным, правда, с некоторыми оговорками. Интересно, какое место он сам себе отводит в разбираемом деле? Что касается меня, говорит Вин, то я никак не хотел быть вовлеченным в это. У меня не было никакой специальной подготовки. Мне все это очень не нравится. И так, признавшись в шпионскую работу, вести шпионскую работу между мною и разведчиками англо-американскими. Это конкретно слагается из его следующих действий. Помог мне войти в контакт с разведчиками. Передавал постоянно материалы. Мои разведчикам и от разведчиков мне. Три раза показывал мне фотографии разведчиков, которыми я должен войти в шпионскую работу. Показал мне и вместе разбирали банку с харпиком, который должен воспользоваться как тайник. Привозил меня на конспиративные квартиры, заведомо зная место их расположения. Предлагали работу, связанную с выполнением различных заданий разведывательного порядка. И даже воинское звание обещали вам? Обещали звание полковника. Показывали вам форму одежды полковника английской, американский. Когда я был второй раз в Лондоне, мне показывали форму полковника английских вооруженных сил и форму полковника американских вооруженных сил. Вы облачались? Да, я эту форму прикидывал и одевал. Примерял? Примерял. При аресте у Пеньковского был обнаружен этот листок. Что касается подсудимого Пеньковского, то где найти меру тяжести и подлости совершенных им преступлений? Есть такие преступления, которые уже нельзя ничем искупить. Предателю и шпиону, продавшему свое отечество, нет места на земле. И я требую приговорить Пеньковского к смертной казни. Пеньковского к смертной казни.